Лучшие из лучших в своей профессии в Чебоксарах назвали имена победителей шести республиканских конкурсов педагогического мастерства. Кто завоевал почетные титулы, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Пока участники конкурса томились в ожидании результатов, их ученики провели балом. Для своих педагогов ребята подготовили немало сюрпризов. Живая музыка в исполнении школьного оркестра, песни об учителях и вальско-детов. Уже на сцене финалистам вручали заветные дипломы. В каждой из номинаций выбрали по пять лауреатов. Именно они боролись за звание лучшего из лучших. В этом году в профессиональной эстафете соревновались более 500 педагогов. Конкурсанты проводили открытые уроки, классные часы, выступали на педсоветах и защищали образовательные программы. Работы участников оценивали не только члены жюри, но и ученики. Финалисты признаются, чтобы одержать победу, было необходимо выложиться на все сто. Волнение у победителей и у лауреатов позади. Я хочу выразить слова благодарности всем вам за то, что вы на самом деле очень инициативны. Потому что без инициативы ничего не происходит. Чем больше инициативных, неравнодушных людей, тем больше поверь. Я признателен вам за то, уважаемые учителя, воспитатели с большой буквы, за то, что на самом деле вы даете нашим ребятишкам, школьникам фундаментальные глубокие знания. Наша задача – воспитать созидателя, а не потребителя. Имена педагогов года организаторы держали в тайне долго. Право распечатать конверты предоставили главе республики. Интрига сохранялась до последнего. Пусто здесь. Бумага белая, на самом деле ничего нету. А есть, оказывается. Татьяна Анатольевна – социальный педагог Верхнеочаковской средней школы Ядринского района. Победителю конкурса социальный педагог года Чуваши в соответствии с указом главы Чувашской республики присуждается денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Лучшим педагогом-психологом стала учитель Траковской школы Анастасия Васильева. Номинацией «Дебют года» одержала победу преподаватель-дефектолог из Чебоксар Татьяна Мегушова. На учебоксарском лицее номер 18, по мнению жюри, работает лучший классный руководитель Елена Порфирьева. А педагог столичного детского сада Наталья Машанова завоевала почетный титул воспитателя года. Это не монотонная работа, это очень разнообразная работа. Она очень интересная, она не может просто надоесть. Тебя окружают дети, они дарят тебе свою любовь. За почетный титул «Учитель года» боролись более 20 педагогов. Все они победители районных этапов. Удача улыбнулась Ларисе Семеновой. Она преподает историю в школе номер 2 города Цивильск. Я работаю 13 лет учителем, как закончила университет, сразу пришла в школу. Это возможность постоянного общения с детьми. Она не дает грустить, не дает погружаться в свои какие-то собственные мелкие проблемы. Дети – это позитив, это положительные эмоции. Финалист получит главную награду – премию в размере 150 тысяч. Ну а позже Ларисе Семеновой предстоит побороться и за титул «Учителя года страны». Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.